Всем привет, мои дорогие друзья, рад приветствовать на моем канале. Надеюсь, вам нравится сегодняшняя серия, не забывайте ставить лайки и подписываться, а также комментировать. Не забывайте, у меня есть телеграм-канал, заходите туда, можете со мной поговорить и задать мне какие-то определенные вопросы. Точка респект анониму, который редактировал текст. Ирума. Я выхожу из комнаты, немного расслабляясь после разговора с Амери. Мое сердце, кажется, вот-вот вырвется из груди, все напряжения и тревога, которые я сдерживал, не осознавая этого, обрушиваются на меня внезапно. Я, спотыкаясь, отхожу от двери в комнату, в которой только что был, желая поскорее убраться оттуда, потому что Амери может выйти в любой момент. Мне нужно несколько минут, чтобы осмыслить то, что только что произошло, поэтому я отхожу на приличное расстояние, заворачиваю за угол, прислоняюсь к стене и вздыхаю. Что вообще все это было? Я все еще в замешательстве относительно того, что именно там произошло. Я просто действовал, повинуясь своим инстинктам, и говорил и делал то, что считал правильным, но теперь, после свершившегося факта, я чувствую себя странно из-за того, как все это произошло. Выражение лица Амери, то, как она без колебаний взяла меня за руку, и тот неловкий момент, когда я держал ее лицо. Просто сейчас все это кажется каким-то расплывчатым и не совсем реальным, очень похоже на сон. Я стал слишком обидчив с Амери, то, что я сделал минуту назад, было даже хуже, чем Ронов, когда он коснулся ее волос. Мне повезло, что она не дала мне пощейну за это. Я чувствую, как мои щеки и уши становятся горячими, когда смущение поднимается в моей груди. Я бы не удивился, если бы прямо сейчас у меня из ушей шел пар. Прекрасный ход, ирума-бой. Раздается снизу знакомый голос. Я смотрю вниз на свою правую руку и вижу Али, стоящего на тыльной стороне моей ладони и смотрящего на меня хитрым взглядом своего единственного глаза. Хм. А, это ты, Эли, что вы подразумеваете под «прекрасный ходом»? Я спрашиваю. Ты наконец-то заставил свою девушку признаться тебе. Тильда, поздравляю Тильда. Алиликует, пролетая прямо перед моим лицом. Ты это не была признанием. Шаанапе просто хотела, чтобы я остался с ее стороне. Выполиваю я, снова, скорее всего, краснее как идиот, потому что мое лицо горит так же, как и минуту назад, если не хуже. Но я быстро успокаиваю и обнадеживаю себя внутренне, зная, что он, скорее всего, просто дразнит меня. Да. Амири ни в коем случае не имела в виду то, что она сказала, в романтическом ключе, она, обычно, достаточно смелая, чтобы сказать что-то раньше, если бы у нее были чувства ко мне. Хе-хе, если ты так говоришь, малыш, но из того, что я видел и слышал там, я так не считаю. Али щебечет в ответ, подталкивая меня локтем в плечо, когда подплывает ко мне. Это единственная причина, по которой ты выскочил. А, нет, вовсе нет, у меня есть для тебя кое-какая информация о том тильда мерзком тильда заклинании, которое действует на мисс Сазазль, говорит Али, снова оказываясь прямо перед моим лицом, но на этот раз не так близко. Информация. Я думала, ты ничего не сможешь с этим поделать. Отвечаю я, немного сбитая с толку тем, что ему есть что сказать после того, как он сказал мне, что ничего не может сделать с заклинанием раньше. Да, это все еще в силе, но я мог бы также сообщить вам небольшой лакомый кусочек, который мог бы успокоить ваши нервы по поводу всей ситуации. Это заклинание почти разорвано, клубок магии висит только на одной ниточке. Это стало очевидным, когда я только что наблюдал, как вы двое общаетесь. Али уверенно объясняет. Висит на, в волоске. Тогда что же сохраняет его нетронутым? С любопытством спрашиваю я. Ну, заклинания влияют на каждого человека немного по-разному, но я подозреваю, что это какой-то ментальный сбой, который зацепил заклинание и поддерживает его действия. Али продолжает. Ментальный сбой, да. Бормочу я. Да, может быть, она хочет остаться такой, для тебя, но это всего лишь предположение с моей стороны. Она, казалось, была не против остаться такой, какая она сейчас, если ты этого хотел, таково мое рассуждение. Али размышляет. Подожди, что? Ну что ж, мисс Сазазаль сказала почти именно это, и румабой. Добавляет он. Амери действительно сказала это, не так ли, но я сказал ей делать то, что она хочет, и я останусь с ней в любом случае. Я уточняю, пытаясь закрыть то, к чему Али пытается подойти с этим. Если бы это было так, то чиры рассеялись бы, когда я сказал Амери, что не хочу, чтобы она оставалась такой. Останя с ней, хммм. Спрашивает Али, похоже, ухмыляясь мне, несмотря на отсутствие рта. Как ее друг? Я настаиваю. Али лениво отступает обратно в кольцо, все еще посмеиваясь про себя. Становится поздно. Я должен вернуться в общежитие, бормочу я себе под нос. Солнце уже садилось, когда я встретился с Амери и выглянул в окно неподалеку. Я могу сказать, что теперь определенно пришло время начинать устраиваться на ночь. Дедушка был очень расстроен тем, что я оставался здесь последние пару ночей, он продолжает звонить и писать мне, желая знать, все ли со мной в порядке и хорошо ли я сплю. Римуру, по-видимому, тоже не возвращалась домой, но и в общежитии она тоже не спала. Я думаю, тогда она не спала, хотя не то, чтобы ей это было нужно. Завтра выборы, так что я очень нервничаю, но на данный момент я мало что могу сделать. Я действительно думаю, что все наладится после разговора, который у меня был с Амери, в сочетании с заверениями Римуру и объяснением Али, что заклинание вот-вот рассеется. Это означает, что я должен быть в состоянии спать спокойно и, надеюсь, меня не будут беспокоить мои переживания по этому поводу. Но это, к сожалению, так, потому что внутри я все еще зацикливаюсь на всем этом беспорядке, беспокоясь о том, что произойдет завтра. Я верю в Амери, я верю словам Али и Римуру, я знаю, что в любом случае все получится, и я буду жить с этим, но я все еще волнуюсь. Когда я лежу на несколько незнакомой кровати в общежитии, моя голова гудит от возможных результатов на завтра, а также от размышлений о реальном значении слов Амери. Звездочка, звездочка, ранее, звездочка, звездочка. Римуру. Вокруг нас с Ранови уже собралась толпа, что немного раздражает меня, так как я не хотел привлекать к себе много внимания, когда хватал его для допроса. Однако сейчас это кажется неизбежным. Я действительно мог бы использовать это, теперь, когда я думаю об этом. После всех моих лет в качестве повелителя демонов я знаю, как вести толпу в нужном мне направлении. Базовые навыки публичных выступлений в сочетании с обаянием и харизмой, это таланты, которые я развивал в себе на протяжении этих двух десятилетий. Я не очень-то заинтересован в самих выборах, но часть меня хочет очитать этого парня и разоблачить часть его дерьма перед его последователями. Просто в нем есть что-то такое, что действительно действует мне на нервы и вызывает желание прочитать ему лекцию. Почему бы нам не поговорить об этом при всех? Спор между нами двумя на всеобщее обозрение. Ронов делает предложение величественным тоном, по-видимому, на той же позиции, что и я, или, по крайней мере, частично. Судя по выражению его лица, он, кажется, уже уверен в своей победе, хотя и не знает обо мне почти ничего. Словесное разоблачение глупых идей и пустых обещаний этого придурка должно быть для меня сущим пустяком. Но я не собираюсь соглашаться сразу и доставлять ему удовольствие от того, что он получает то, что хочет, без какого-либо сопротивления. Зачем мне это делать? Я пытаюсь выяснить, кто наложил это заклятие, а не устраивать шоу для всех твоих маленьких поклонников. Я сизвил в ответ. Но подумайте о преимуществах. Я знаю, что вы против моего повышения до должности президента студенческого совета, но, если вам тильда каким-то образом тильда удастся убедить толпу своими доводами, это пойдет на пользу вашему делу, да. Спрашивает Ронов, продолжая пытаться соблазнить меня, совершенно не подозревая, что я уже решил, что собираюсь делать. Хотя это было бы довольно рискованно, особенно для тебя, парирую я, пожимая плечами. Я хорошо осведомлен об этом факте. Ронов с гордостью отвечает. Я буду немного снисходителен к нему, так как он всего лишь ребенок, но не настолько, чтобы он мог полностью уйти. Он тот, кто предложил эту, дискуссию, поэтому я научу его не бросаться в подобные вещи без подготовки. Прекрасно, Ронов. Вы можете провести со мной публичные дебаты. Говорю я с улыбкой, делая вид, что он меня убедил. Тильда великолепна, тильда. Говорит Ронов, широко улыбаясь мне, его и без того раздутое эго растет еще больше, думая, что он уговорил меня на это. Итак, мы с Роновым оказались на той сцене, которую он установил ранее. Пока мы шли вместе, чтобы попасть туда, толпа, которую изначально собрал Ронов, по пути только росла. Я могу сказать, что он использует свою магию привлечения внимания в полной мере, потому что почти все, по крайней мере, повернули к нему головы, когда мы проходили мимо них. Я решил дать ему высказаться первым, поскольку предпочел бы разобрать его аргументы в пух и прах, чем пытаться сходу сформулировать свои собственные. Вокруг Бабелуса ходили некоторые тильда неприятные тильда слухи, и я хотел бы заявить, что я вообще ничего не сделала мере Азазелю. Моя единственная мотивация, тильда сказочно тильда донести свое видение веселья и наслаждения до этой замечательной школы и всех моих сокурсников здесь. Говорит Ронов с размаху, маршируя по сцене во время выступления. Я хочу положить конец тирании, с помощью которой мисс Азазель управляла детьми в течение многих лет, пока она была главной. Вместо этого давайте исполним все наши желания в новую эпоху любви. Продолжает он, позируя для массы студентов, собравшихся у подножия сцены. Ронов продолжает рассказывать о все более безумных идеях, которые он придумал для школы, большинство из них абсолютно нелепы. Все они, по-видимому, предназначены исключительно для развлечения, ничего даже в малейшей степени полезного для обучения. Я спокойно смотрю и слушаю, просто наблюдая за его высказываниями и придумывая к ним возражения. Его идеи настолько безумны, что кто-то мог бы написать фанфик о школе только на основе этого, я имею в виду, где еще подобные вещи могли бы стать реальностью. Я бормочу что-то себе под нос, в то время как Ронов продолжает умасливать студентов своей несусветной чепухой. Си-Эль, казалось, собиралась что-то сказать, но остановила себя. Си-Эль. Почему я вдруг чувствую, что за мной наблюдают? Я знаю, что прямо сейчас на меня смотрит большая толпа, но это чувство какое-то другое. Я не могу точно сказать, как именно, но это так. Си-Эль. Что происходит? Почему ты не отвечаешь? Н-ничего такого, о чем вам нужно бы беспокоиться, мастер точка. Нет, что-то определенно происходит. Что это за чувство, которое у меня возникает, как будто кто-то тайно наблюдает за мной прямо сейчас? Си-Эль. Ответь мне, пожалуйста. Н-не волнуйтесь, м мастер, просто игнорируйте это-то. Давай, Си-Эль, если что-то не так, просто скажи мне. Ничего, мастер, Н-ничего не случилось. Ладно, не говори мне. Си-Эль просто на мгновение показался мне очень нервной, даже немного заикающимся. Кажется, она что-то скрывает от меня, но я просто должен ей доверять. Мне придется поверить, что, если Си-Эль говорит, что все в порядке, значит, все в порядке. Она не стала бы лгать мне, если бы существовала какая-то угроза моей безопасности, о которой мне нужно было знать. Однако это странное чувство сохраняется. Как будто кто-то или, возможно, несколько человек пристально наблюдают за мной, читают мои мысли и ждут, что я сделаю дальше, жутко, какой человек захотел бы так пристально наблюдать за мной. Держу паре, какой-нибудь чудак. Я слегка качаю головой, пытаясь избавиться от тревожного ощущения, и оно быстро проходит. Вздохнув с облегчением, Си-Эль делает то же самое, я, наконец, обращаюсь к словам Ронова. Стоя лицом к толпе, точно так же, как Ронов, я открываю рот и демонстрирую свой, образ лидера, который я надел дома, не используя особых формулировок, просто напуская на себя вид уверенности. Я должен быть в правильном расположении духа, чтобы должным образом выступить перед большой толпой, поскольку по натуре я не самый лучший оратор. Мое умение в этом проистекает исключительно из практики и многолетнего опыта, а не из врожденного таланта. Вы все действительно собираетесь купиться на эту чушь. Вы же понимаете, что слова Ронова – это все блеф. Он не может вносить подобные изменения, полномочия, которыми наделен президент студенческого совета, они не простираются так далеко. Мы все хотим повеселиться в нашей жизни, я знаю это как сокурсник, но это школа, а не парк развлечений, каким хочет быть Ронов. Я строго обращаюсь к толпе студентов, которая была переполнена волнением от того, что сказал Ронов. Кажется, я, по крайней мере, привлек их внимание несмотря на то, что Ронов все еще излучает ту раздражающую магию, харизмы, которой он обладает. Как ты мог сказать, что я не могу достичь того, что сказал? Я повторю еще раз, для студенчества я буду моим лучшим другом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы все ваши мечты стали реальностью. Ронов перебивает, не оказывая мне той же любезности молчания, которую я оказал ему. Просто стараться изо всех сил недостаточно, когда ты несешь ответственность за группу людей, Ронов. Холодно парирую я. Перспектива веселья и свободы лучше, чем тирания нынешнего президента. Пока у меня есть такая возможность, мне нужно обратиться к руководству школы, чтобы воплотить в жизнь мои замечательные представления о том, какими могут и должны быть дети. Ронов продолжает, ухмыляясь. Я быстро отвечаю, свобода, это здорово, я тоже ее ценю, но я уверен, что вы все заметили, что в последнее время все становятся хаотичным. Участившиеся драки и акты вандализма происходят чаще. Вот что происходит, когда порядок поддерживается недостаточно хорошо, и это только потому, что какой-то придурок применил магию к президенту Амери. Однако это временно, поэтому мы не должны позволять этому повлиять на наши решения на этих выборах. Возможно, прямо сейчас она не способна, но заклинания, подобные тому, что было использовано против нее, стираются. Я верю, что если Ронов займет ее место, то при нем этот хаос будет только усугубляться. Хаос, это просто еще один термин для обозначения веселья. Мы все демоны, немного хаоса полезно для нас. Ронов надэминно заявляет в свою защиту. Толпа перешептывается друг с другом, обсуждая мои слова и слова Ронова. Я понимаю их точку зрения, действительно понимаю. В прошлом я вызывал хаос, правда, непреднамеренно, до такой степени, что получил прозвище за свои действия. Все потому, что я делал то, что хотел, и не оглядывался назад. Но таким детям, как они, нельзя позволять делать все, что они хотят. Они не осознают всех последствий своего выбора. Итак, я делаю глубокий вдох и продолжаю. Я понимаю, президент Амери может быть резкой, но это не обязательно плохо все время. Я согласен, что она не должна быть такой агрессивной и властной, но, по крайней мере, она поддерживает мир. Я не полностью согласен с методами Амери, но в данном случае она определенно лучший выбор, так что мне нужно хотя бы немного ее похвалить. Но в ее нынешнем состоянии это не реальность. Мисс Президент сейчас совершенно некомпетентна. Откуда мы можем знать, что она вернется к тому, какой была? Рон задает вопросы с улыбкой, скользящей по его губам. Он снова наклонился ближе, его лицо оказалось неудобно близко к моему. «Заклинания проходят, она скоро вернется к нормальной жизни», отвечаю я, пожимая плечами, отворачиваясь от мальчика, который вторгается в мое личное пространство. «Да, вернулась к безжалостному Тирану, которым она была». Отвечает он. «Это лучше, чем карнавал, в который ты хочешь превратить школу». «Я огрызаюсь». «Тильда-о-о-о-о-о-о-о-о- Тильда». «Тильда-карнавал-Тильда». «Какое восхитительное предложение». Говорит Ронов с усмешкой, по-видимому, получая еще больше невероятно глупых идей от моей формулировки. «Какой клоун». Я закатываю глаза и снова обращаю свое внимание на толпу. Подумайте на мгновение, что произошло бы, если бы Ронов добился своего, если бы тесты больше не существовали, если бы занятия разрешалось пропускать, если бы правила, в целом, были отменены. Никто бы ничему не научился. «Весь смысл нашего пребывания здесь был бы спорным. Что бы подумали и ваши родители. Все они вложены в ваше будущее, поэтому, если бы школа стала бесполезной, если бы вы просто наслаждались собой, как бы они отнеслись к тому, что вы посещаете ее. Я поворачиваюсь к нему, разве ты не понимаешь, что подобные действия имеют последствия? Яростно спрашиваю я, и моя настойчивость, похоже, действительно действует на них, судя по их реакции. Ронов немного хмурится, выглядя раздраженным тем, что я на самом деле достучался до людей, которые раньше были убеждены его бредом. Он еще больше использует свою магию, харизмы, пытаясь снова привлечь внимание к себе и своим словам. Я все еще не понимаю, почему ты так против моих грандиозных планов. У меня есть видение, которое сделает всех намного счастливее, веселье и удовольствие будут царить безраздельно, и каждый сможет делать то, что ему заблагорассудится. Это касается и тебя, конечно, так почему же ты должна выступать против меня? Ронов скулит умаляющим тоном, понимая, что его власть над толпой ослабевает. Позвольте мне рассказать вам небольшую историю. Видите ли, я. М, мой хороший друг в чем-то похож на вас, большой мечтатель с идеями, которые большинство людей считают сумасшедшими. Ему не нравится слушать, как кто-то говорит ему, что он не может или не должен, делать то, что он хочет, как он хочет, когда он хочет. Строить свою версию, рая, независимо от того, сомневаются в нем люди или нет. Однако у этого друга есть высказывания, которые, я думаю, вам следует услышать. Идеалы без силы, поддерживающие их, это просто праздные мечты наяву, а власть без идеалов просто пуста. Вот в чем ты отличаешься от моего друга, у вас могут быть идеалы, но они не что иное, как фантазия, поскольку вам не хватает сил, чтобы подкрепить их. Мой друг не выкидывает невозможной идеи, как это делаете вы, вместо этого он тщательно следит за своими словами и обещает только то, чего у него действительно есть силы достичь. На мгновение возникает пауза, прежде чем Ронов отвечает. В любом случае, кто этот, друг? Хм, бьюсь об заклад, этого человека даже не существует. Кроме того, я, великий Ронов Ромьер, больше не нуждаюсь в ваших нотациях. Ронове отвечает очужденно, насмехаясь над тем, что я только что сказал. Ага. С него хватит. Позвольте мне, по крайней мере, закончить свою мысль, говорю я строго. Ронов на мгновение выглядит растерянным, но толпа по-прежнему не сводит с меня глаз. В том, что, как я думаю, вероятно, является попыткой восстановить остатки достоинства, которые у него остались после того, как я отвернул от него многих людей, он позволяет мне закончить. Прекрасно. Я позволю это. Неохотно говорит он. Теперь, обращаясь к толпе, я продолжаю. Как я уже говорил, отсутствие возможности подтвердить свои слова, главная проблема Ронова. Он может говорить громко и использовать заманчивые формулировки, чтобы привлечь вас на свою сторону, но у него нет возможности довести до конца то, что он предлагает. Пожалуйста, имейте это в виду, когда завтра состоятся выборы. Ронов даже не может придумать, что ответить на это. Он уже сказал все, что мог. Насытившись всем этим, я спускаюсь со сцены и жестом приглашаю Ронова следовать за мной. В конце концов, мне все еще нужно допросить его. Надувшись, поскольку он не вышел на первое место, как ожидал, Ронов обреченно покидает сцену и следует за мной по коридорам, чтобы его допросили о его потенциальной причастности к тому, что было сделано Самире. Две его фанатки пытаются последовать за мной, но я говорю им, нет. Они скулят, кричат и жалуются, но мне все равно. У меня есть работа, и мне не нужно, чтобы две надоедливые девочки защищали его, пока я пытаюсь вытянуть из него информацию. Звездочка-звездочка несколько часов спустя звездочка-звездочка. Это было ужасно непродуктивно. Я знал, что маловероятно, что Ронов был тем, кто распылил на Амере зелье, но я думал, что смогу, по крайней мере, получить от него какую-то информацию. Вместо этого он провел большую часть допроса, хандря и надувая губы, почти не отвечая. Наверное, я слишком сильно раздавил его в тех дебатах, я и не подозревал, что он такой хрупкий. Однако я уверен, что к завтрашнему дню он поправится, учитывая его раздутое эго. Однако я получила от Роново одну маленькую зацепку. По-видимому, у Амери есть боец, созданный для людей, которые восхищаются ею, он же, фан-клуб. На первый взгляд это звучит не так уж много, но группа людей, одержимых одним человеком, может действовать непредсказуемо. Я, к сожалению, знаю это по личному опыту. Было несколько случаев, когда люди увлекались мной или некоторыми из моих руководителей и пытались, и потерпели неудачу, осуществить сложные заговоры, чтобы получить фотографии или предметы, которые принадлежат нам, среди прочего, ничего слишком разрушительного, но определенно не то, что я могу позволить. Я не уверен, почему кто-то, одержимый Амери, наложил на нее заклятие, но это не значит, что я не на ложном пути. Сталкеры могут делать некоторые довольно необъяснимые вещи, поэтому мне нужно разобраться в этих людях. Однако уже поздно, и все, кроме меня и членов студенческого совета, и Румы с ними, все еще в школе. Я полагаю, что некоторые ночные сотрудники тоже здесь, но других студентов нет, так что, помимо записей, мне нужно подождать до завтра, чтобы исследовать этот фан-клуб и его членов. Анри еще не вернулся с анализа этого образца, так что я предполагаю, что это займет некоторое время, и он решил продолжить свою часть расследования утром. Я не виню его, в конце концов, ему нужен сон, в отличие от меня. От третьего лица. Салливан расхаживает взад-вперед по своему дому, обеспокоенный тем, что и Румы не было дома уже несколько дней. Римуру тоже пропало, но это его беспокоит не так сильно. Вся эта неразбериха истощила его, внезапные выборы о распуске, случай, когда президент студенческого совета пострадал от сложного заклинания, и даже шеф демонической полиции безопасности был вовлечен, все это просто слишком. Лично ему не нужно много делать по этому поводу со всеми вовлеченными игроками, но это почти усугубляет ситуацию, поскольку оставляет его разум бездействующим. Салливан изо всех сил старался сосредоточиться на своей обычной работе и попытаться помочь учителям поддерживать порядок в своей любимой школе в связи с отсутствием способного президента студенческого совета. Эта девушка действительно является основой порядка среди студентов, и ее нынешнее состояние действительно пошатнуло ситуацию и вызвало беспрецедентные проблемы. Лорд Салливан, вам следует отдохнуть, говорит опера взбешеному старику, расхаживающему по своему кабинету. «Спасибо тебе за предложение, опера, но моя голова сейчас слишком занята, чтобы спать. Может быть, чашка адски серого чая поможет?» Спрашивает он, главным образом желая выпроводить своего дворецкого из комнаты. Салливан может сказать, что опера беспокоится за него несмотря на то, что его почти бесстрастное лицо очень мало говорит о том, что он чувствует. Опера кивает, поняв идею, затем уходит, чтобы приготовить чай. «Какой беспорядок у меня на руках, и все же я ничего не могу с этим поделать», – бормочет Салливан, держась за голову рукой. Любое вмешательство с его стороны только спровоцировало бы новые проблемы. Если он силой остановит выборы, хаос, который уже назревает среди студентов, может достичь точки кипения и привести к серьезным разрушениям. Любая попытка снять заклятие, наложенное на президента студенческого совета, может привести к ужасным последствиям, Салливан видел это сам, и эту разновидность магии практически невозможно снять силой. Наконец, любое участие в расследовании просто расстроило бы либо Римуру, либо Анри, если не обоих. Салливан может справиться с небольшим раздражением со стороны Анри Азазеля, но Римуру. Он не знает, как вести себя с ней в полной мере. Несмотря на то, что он не совсем доверял в молодо выглядящему повелителю демонов, намеки на ее темную сторону в последнее время стали более ясными. Если бы он разозлил такого человека, что ж, он не хочет думать о том, что может произойти. Маловероятно, что Римуру вышло бы из себя из-за того, что ее, игру, прервали, но Салливан предпочел бы согласиться и позволить ей свободно руководить расследованием, как он и обещал. Тому, кто считается одним из сильнейших демонов в преисподней, трудно испытывать такое бессилие, как сейчас, но он не может с этим справиться. На самом деле это сочетание разлуки с внуком и всех этих других проблем, которые вызывают у него дискомфорт, причем отсутствующий внук является большой частью этого. Зная, что завтра все так или иначе разрешатся, Салливан посмеивается про себя, потягивая чай, приготовленный его дворецким и близким другом, стараясь не беспокоиться о вещах, которые он не может изменить. Он обязательно примет возвращение Ирумы с распростертыми объятиями, возможно, устроит вечеринку или что-то еще, что ему понравится. Может быть, мы могли бы пройтись по магазинам за новой одеждой. Или пойти вместе купить конфет. Мой драгоценный внук всегда любил сладости, мы могли бы даже раздобыть столько, чтобы он мог поделиться со своим классом. А, я действительно скучаю по нему. Продолжение следует...